Здорово друзья подписчики, а также новые зрители канала. Вы находитесь на канале Лего Старс и в сегодняшнем видеообзоре хочу продолжить недавно введенную на мой канал рубрику, а именно какие постройки я построил с помощью туториалов лего кастомеров и ютуберов непосредственно на ютубе. Эту рубрику я завел совсем недавно и в сегодняшнем видеообзоре представляю вам несколько построек по разделу сепаратистов и по отделу республики. Сделал несколько построек, некоторые улучшены, некоторые сделаны с нуля, переделаны полностью, поэтому будет интересно. Не переключайтесь, ну а мы давайте начнем с первой модели танка AAT. Уберем в сторонку то, что нам мешается и рассмотрим данный танк. Я вообще приобретал его довольно давно, это относительная новинка 2020 вроде бы года. Довольно хороший танк, вышел у лего, но он получился довольно мелким и таким маленьким, совершенно не бронированным и с неправильным расположением вот этого основного его орудия. Она была очень длинная и сделана было неправильно. Когда я его собрал, конечно, брутальность танка была утеряна и я начал сразу думать, как его можно улучшить. Естественно, первое, что пришло в голову, это посмотреть туториал капитана Рекса и его помощью улучшить данный танк. Но с некоторыми нюансами по улучшению я был не согласен, поэтому с совместным трудом, так скажем, я улучшил танк под себя уже непосредственно моими какими-то улучшениями, не совсем в точь-в-точь сделанными по туториалу моего товарища на ютубе. Но все же получилось довольно интересно и красиво, и все-таки я отношу, что именно основная идея была сделать данную прокачку, а я уже добавил какие-то свои мелкие нюансы, изменения и в итоге вышел вот такой танк. Что могу по нему сказать, это то, что пока в нем сидит такой дроид-тактик, но я вам его показывать не буду, это у меня подготовлено для другой рубрики. Самые разумные и внимательные, которые следят за моим каналом, уже наверное додумались, что это за рубрика, и в следующей части вы увидите его в моей другой рубрике. Сегодня я хочу вам показать данный танк ААТ. Первое, что было ему сделано, это, получается, я ему укоротил само вот это оружие, переделал его верхнюю часть и добавил щитки по бокам на боковое оружие и повернул их другой стороной. Так, как мне кажется, смотрится более интересней и правильней, на мой взгляд. Добавил ему еще оружие мелкие его сбоку по бокам, тоже это должно было быть на танке, но, к сожалению, отсутствовало, непонятно почему. Внутри ничего не изменял, вот эту переднюю панель я оставил, потому что она смотрится довольно красиво, и какие-то рубленные элементы сюда добавлять я не стал. Добавил снизу еще вот такие скругленные элементы, к сожалению, у меня нашлись только светло-серые, темно-серых у меня пока не оказалось, но, думаю, со временем, если появятся, то поменяю. Также еще усовершенствовал боковую часть, вроде бы здесь доделал, уже поставил такие вот пины, спереди поставил серый пин. В общем, так, по мелочи переделал переднюю часть немного, ну и отвалилась деталь, но ничего страшного в этом нет. Получился вот такой вот танк, и в целом теперь я им доволен, но он смотрится в коллекции намного лучше, чем смотрелся бы в изначальном исполнении. Конечно, есть приверженцы того, что переделывать наборы нельзя, и оставляют их в таком виде, которым и делает Лего. Но я не из этих числа, поэтому я вот за то, чтобы лучше бы смотрелся набор более лучше, интереснее на полке, чем если он не совсем детализирован в наборе от Лего. Вторая постройка, это даже не постройка, а, так скажем, декор-украшение к вашей армии дроидов. Это вот такой вот дроид-пильщик, сейчас я вам его покажу. Вот такой дроид. Сделан он почти так же, повторяет конструкцию Лего-вского. Я подумал, может быть, я усовершенствованную какую-нибудь конструкцию сделаю, хотя в целом мне нравится конструкция, которую придумали Лего. Вот она вот так выглядит. И если вам нужен, например, еще один такой дроид-пильщик, который был показан вам в третьем эпизоде, возможно, в Войнах Клонов где-то еще фигурировался. И они довольно редко встречались, а собрать можно вот по такому принципу. Если у вас нехватка деталей, то можно все равно его собрать и получится довольно интересный и красивый такой дроид-пильщик, который будет как для пополнения в армию сепаратистов смотреться отлично. Вот эти визоры ему можно поменять на оранжевые, но я не стал это делать просто потому, что мне оранжевые вот эти детальки жалко использовать на данного дроида. Я это лучше использую на каком-нибудь моке в имитации огня. Поэтому так решил сделать здесь зелеными элементами. Следующая постройка идет, это улучшенная и прокачанная версия обычного байка 501-го легиона. Как те, кто смотрит мои влоги, могли увидеть, что я приобрел еще два таких супер-батлпака. И мне четыре таких байка не нужны одинаковых, поэтому я разными способами пытаюсь избавиться от одинаковых построек. Но и тем не менее не разбирать их на детали, а именно применять в дело. И сейчас я вам хочу показать такую вот постройку. Это свуп-байк с двойной коляской. Такой выходил в 2013 году с единственным набором Капитана Рекс во второй фазе брони. Фотка тоже вам сейчас высветится, чтобы вы понимали, что это за набор. У того байка, она поворачивалась, вот эта люлька, она могла поворачиваться назад и отстреливаться сзади. У этой же конструкции нет такой функции. Взята эта конструкция от американского кастомера, зарубежного. Многие, ну некоторые люди, наверное, могли видеть. Но на русском ютубе я не встречал, чтобы кто-то так переделывал. Поэтому воспользовался туториалом и совершенно не пожалел. Довольно классный кастомер, который принес такую идею. Единственное, что я здесь улучшил, это приклеил наклейки еще. Вот сюда две на сиденье, вот сюда еще одну и вот сюда. Получилось довольно классно. Из функционала у данной люльки опрокидывается задняя вот эта часть. Я правда не знаю для чего. Это может быть там бочка с маслом, а прокинуть дроидом, дроидов всех сжечь. А так можно посадить сюда двух пилотов и все. Будет такой свупбайк для двух клонов. Получилась довольно интересная постройка. Следующая постройка, это мой самодельный шагоход ATR-T. Сделан он совместно с конструкцией от шагохода 501-го легиона и 41-го элитного корпуса, который выходил к 20-летию. Я не знаю, буду ли я искать этот набор. Мне он, конечно, понравился, но я его почему-то не застрял внимание и на тот момент слабо увлекался еще. Лего комьюнити и вернулся туда уже, когда набор, к сожалению, вышел из продажи. Данный шагоход относится вообще для почвы Джонозиса, но делал я его довольно давно. Так скажем, первый опыт в конструкции данных постройках. Поэтому некоторые элементы здесь другого цвета, например, вот эти ноги. Но будем считать, что шагоход уже повоевавший и сами клоны его ремонтировали. И этот ATR-T уже ветеранский, так скажем. А так нашлись у меня даже наклейки по бокам, чтобы ему приклеить от LEGO Technic. Конструкция совмещена из-за того, что передняя часть сделана по типу от 501-го легиона. Ноги вроде бы от конструкции 41-го элитного корпуса и орудия от 41-го элитного корпуса. Поэтому вышел довольно красиво. Вот эту стрелялку я не стал делать, как у 501-го легиона шагохода, а сделал уже нормальное орудие. Снизу закрыл пином. Сама конструкция получилась довольно классной и интересной. Хотя некоторые детали, опять же повторюсь, здесь и желтого или голубого цвета, это надо будет исправить. Но у меня вот сидит на нем джианезийский солдат. Хорошо на нем смотрится. Получился вот такой ATR-T. Ну, для общего плана коллекции он не портит, а только придает брутальности. И общему виду, так скажем, количество придает. Все-таки армия клонов была довольно большой. И шагоходов таких было много. Поэтому он не лишний, а только придает количеству коллекции. Ну и последняя на сегодня постройка, это вот такой дроид Актаптара. Увеличена его версия, модификация. Взята конструкция с канала Арктруппер Файвс. За данную конструкцию я ему очень благодарен, что он сделал туториал, показал, все рассказал. Очень классный у него получился Актаптар, а я думал, хватит ли у меня деталей сделать данного Актаптару. Как можете видеть, хватило. Конечно, конструкцию некоторых элементов я переделал, а именно конструкцию ног. Там орудия немного, но в целом все повторяется. Также я смело могу говорить, что данную конструкцию я взял с этого канала. За что я ему очень благодарен. Коллекции смотрятся очень красиво и не понимаю, почему пропускают Лего такой набор. Хотя могли бы сделать целый набор. Например, положить туда еще два боевых дроида Б2, их давно не было. Одного джедая и одного кона. И все, вышел бы отличный набор, все бы брали. Я не сомневаюсь, было бы все очень классно и круто. Тем более, седьмой сезон Войн Конов вышел, а там данные дроида Актаптара фигурировались. Поэтому почему бы не сделать, я не понимаю. Из функции у него это крутится голова и стреляет, естественно, он поочередно из трех своих орудий. Довольно опасный дроид, так-то, если посмотреть. У него есть три ноги. И он мне очень нравится, получился довольно классный. Опять же, спасибо за то, что придумывают такие конструкции. Это реальный респект. И очень классно, когда можешь посмотреть и повторить саму конструкцию. Получается очень классно. Что ж, на сегодня это были все постройки, которые я собрал по туториалам лего-любителей на ютубе. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если хотите видеть больше такого контента. В следующем видеообзоре будет долгожданный, прокачанный и улучшенный Энакин Скайуокер. А именно, его фирменная световая ручка меча. Ну и еще кое-что. Все я не буду раскрывать. Все увидите в следующем видеообзоре. Ну а на сегодня это все. Я вам говорю до свидания. Всем пока. И до новых встреч. Дворь представляю вашему вниманию легендарного мастера-жедая. Ручку, их даже можно открыть. Ну а также самым сложным элементом было это изготовление вот этой ручки. Такой кастом. Результат, конечно, налицо.